Еще в конце минувшей недели было видно, что рынок игнорирует какую-либо макроэкономическую статистику и сосредоточен исключительно на теме перспективы изменения процентных ставок, в частности, ставки американского центробанка. На этой неделе инвесторы будут готовиться к начинающемуся в четверг симпозиуму в Джексон Хоуле, в ходе которого выступит глава ФРС и, возможно, прояснит планы по дальнейшему регулированию курса денежно-кредитной политики США. Напомним, что еще в ходе прошлой недели в среду был опубликован протокол с последнего заседания ФРС. И в строках этого документа содержалась информация относительно намерения американского центробанка снова повысить ставки, чтобы замедлить инфляцию до целевых 2%. В это же время в Европе абсолютно иные настроения. Есть вероятность того, что Европейский центральный банк возьмет паузу в своей борьбе против высокой инфляции, потому как статистические отчеты фиксируют ухудшение экономического состояния региона. Базовая инфляция не имеет достаточного потенциала для замедления, а в Германии все отчеты свидетельствуют лишь о весьма слабом положении. Уже сегодня трейдерам представили очередной отчет о состоянии дел локомотива европейской экономики. В Германии в июле было зафиксировано первое падение цен производителей с ноября 2020 года. Конечно, такая динамика должна быть воспринята с учетом низкой базы. Ровно год назад индекс вырос на 37,2%. Так что текущую динамику все еще сложно назвать обнадеживающей. Поэтому и евро не особо пользуется спросом у инвесторов. Итак, давайте посмотрим, с каким настроением начали новую неделю трейдеры по паре EURUSD. Курс евро по отношению к доллару США находится на минимуме коррекционного цикла, что указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка. Если объем сделок на продажу евро будет продолжать увеличиваться, есть вероятность снижения котировок до уровня 1,0800. При таком сценарии общий масштаб коррекции составит 4%, что уже сигнализирует о явной перепроданности курса евро. В то же время, если на данном этапе возникнет застой, а котировка вернется выше уровня 1,0900, то могут возникнуть разговоры о завершении фазы коррекции. Пара фунт-доллар продолжает двигаться без заметных изменений в рамках бокового диапазона уже третью неделю подряд. В данной ситуации спекулянты обращают особое внимание на границе флета, так как выход за контрольный уровень может вызвать изменения в распределении торговых сил на рынке. Сценарий снижения станет актуальным, если котировка устойчиво будет удерживаться ниже отметки 1,2650. Это условие может способствовать продолжению коррекционного цикла вниз. А вот сценарий роста предполагает поэтапное восстановление стоимости фунта в отношении текущего коррекционного движения и первичный технический сигнал о возможном росте может появиться только в том случае, если цена будет держаться выше уровня 1,2800. А на этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий на финансовых рынках. Вы смотрели новости на информационном канале группы компании ИнстаФорекс и с вами была я Екатерина Стихина. Я желаю вам профитных сделок и жду вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. Я расскажу вам о том, как началась торговая сессия на североамериканском континенте. До встречи!